Здравствуйте, это программа КАК-А. В этой программе я вас научу, как правильно и дешево чистить экраны мониторов. Представим, что вы только приобрели какой-то гаджет с экраном. Будь то мобильный телефон сенсорный или ноутбук. Обязательно найдется какой-то друг, который своими жирными руками возьмет и полапает экран новенького монитора или смартфона. С помощью сливочного масла делаем руки жирными. То есть мы берем пальцем и показываем. Можно даже нарисовать какую-то рожицу. Это мы взяли ноутбук. Дальше берем смартфончик и делаем то же самое. Теперь у нас заляпанные жиром экраны. После того, как ваш друг или друзья испортили ваши свеженькие вещи, конечно, с ними нужно порвать. То есть вычеркнуть из друзей фейсбука и контакта и стереть номера из телефона. Но жирный экран смартфона или ноутбука, он остается. И с этим нужно что-то делать. Причем делать нужно бюджетно, потому что денег много не бывает. Многие для чистки мониторов покупают специальные салфеточки, которые слегка влажные. Но в чем их минус? Во-первых, они стоят денег. Их нужно покупать. Во-вторых, со временем они становятся сухими. А когда сухие, вообще от них прок всякий уходит. Поэтому мы обратимся к чуду современной синтетической промышленности. В частности, к такому понятию, как микрофибра. Это специальный материал, который изготовлен из очень тонких волокон, сотню раз меньше человеческого волоса, который из-за своей вот такой вот структуры, он буквально притягивает пыль и грязь даже каких-то микробов. Нас в данном случае интересует, как мы с помощью этих тряпочек можем почистить, допустим, монитор. Микрофибра бывает разная по длине ворса. Если мы возьмем крупный ворс, это больше подойдет для уборки в комнате, то есть для пыли. Нас интересует или очень короткий ворс, или почти без ворса. Такого без ворса идет для стеклянных и для хромированных поверхностей. Подобные тряпочки покупаются за полтора доллара в любом хозяйственном магазине или супермаркете. Купив такую тряпочку, мы ее можем использовать очень-очень долго. Причем не только для чистки экрана, потому что это нужно иногда, когда у нас есть плохие друзья, которые ходят с грязными руками и тыкают пальцами в мониторы, но и просто для уборки в комнате. Небольшой секрет, хозяюшки. Смотрите, тряпочка у нас квадратная. Для того, чтобы не испачкать ее всю за раз, мы вначале складываем ее пополам и пополам. В итоге получается, что у нас будет раз, два, три, четыре. И с другой стороны, если мы перевернем, то есть восемь поверхностей для чистки. Соответственно, мы сможем вычистить больше грязи с помощью этой тряпочки. Мы берем наш грязный смартфон. Смотрим, что получилось. Еще немножко грязновато. Поэтому берем другую сторону тряпочки. И у нас, как будто только что мы купили из магазина, телефончик. Теперь переходим к ноутбуку. Берем ту же тряпочку из микрофибры и аккуратно протираем. Закончим наше вытирание с помощью микрофибры без ворса для стеклянных поверхностей. Эта тряпочка из микрофибры, она лучше очищает какие-то застарелые пятна. Далее, если мы видим, что какая-то засохшая дрянь на нашем экране, то мы аккуратно фукаем ртом, не плюя, и быстренько оттираем. После небольшой чистки, посмотрите, какой у нас хороший экранчик. Теперь, когда вы очистили экран смартфона, экран ноутбука, вы можете легко, если хотите, вернуть друзей, которые испачкали вам эти экраны. Но подумайте, нужны ли вам такие друзья, которые пачкают ваши вещи. Это было КАК-А. Мы научим вас экономить. КАК-А.